Здравствуйте, ребята! Тема урока «Биологическое действие радиоактивных лучей. Защита от радиации. 11 класс. Гуманитарное направление». Туркестанская область, Айрамский район, село Аксукен, школа номер 5 имени Максима Горького, учитель физики Азимбаева Галхаржа Субековна. Целью урока – объяснять природу ионизирующего эффекта и проникающей способности радиоактивных излучений, описывать обработку, применение, хранение и технику безопасности радиоактивных материалов. Знать природу ионизирующего эффекта и проникающей способности смогут описывать радиоактивные излучения. Особенно интенсивно стали развиваться исследования биологического действия радиоактивных излучений с началом применения атомного оружия в 1945 году, а затем и мирного использования атомной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений. Ребята, существует три биологических действия. Это альфа излучение, бета излучение и гамма излучение. Давайте рассмотрим первый вид. Альфа излучение. Обладает низкой проникающей способностью, задерживается листом бумаги, одеждой, кожей человека. Попавшиеся альфа частицы внутри организма представляют большую опасность. Бета излучение. Имеет гораздо большую проникающую способность. Может проходить в воздухе расстояние до 5 метров. Способно проникать в ткани организма. Слой алюминия толщиной в несколько миллиметров способно задержать бета частицы. Гамма излучение. Обладает еще большей проникающей способностью, чем бета излучение. Задерживается толстым слоем свинца или бетона. Излучение радиоактивных веществ оказывает очень сильное воздействие на все живые организмы. Даже сравнительно слабое излучение, которое при полном поглощении повышает температуру тела лишь на тысячную долю градуса, нарушает жизнедеятельность клеток. Живая клетка – это сложный механизм, не способный продолжать нормальную деятельность даже при малых повреждениях отдельных его участков. Между тем и слабые излучения, способные нанести клеткам существенные повреждения и вызвать опасные заболевания – лучевая болезнь. Биологическим действием радиоактивных излучений пользуются в биологических исследованиях, медицинской практике и в сельском хозяйстве. На биологическом действии радиоактивных излучений основаны лучевая терапия, рентгенодиагностика, радиоизотопная терапия. В сельском хозяйстве радиационные воздействия применяются с целью выведения новых форм растений. Для предпоседной обработки семян, борьбы с вредителями, для лучевой консервации фруктов и овощей, предохранения продуктов растеневодства от вредителей. Ребят, посмотрите, пожалуйста, видео на эту тему. Ионизирующее излучение. Природа, единицы измерения, биологические эффекты. То радиоактивность — это явление самопроизвольного превращения одних атомных ядер в другие, сопровождаемое испусканием частиц и электромагнитного излучения. На сегодняшний день ряд предприятий используют радиоактивные вещества, в связи с чем вводится понятие радиационно-опасного объекта. Радиационно-опасный объект — это объект, на котором используют, хранят, перерабатывают или транспортируют радиоактивные вещества. Именно на таких объектах и происходят радиационные аварии. Радиационная авария — это авария на радиационно-опасном объекте, которая приводит к выбросу или выходу радиоактивных продуктов или появлению ионизирующих излучений в количествах, превышающих установленные нормы для данного объекта. Так вот, что же это за излучения и как можно измерить их количество? Об этом мы и поговорим. Ионизирующее излучение — это излучение, которое влечет за собой образование электрических зарядов разных знаков при взаимодействии с окружающей средой. Еще в начале прошлого века Эрнест Резерфорд доказал, что существует три вида радиоактивных излучений — альфа, бета и гамма-излучения. Позднее, когда был открыт нейтрон, выяснилось, что существует еще и нейтронное излучение. Рассмотрим каждый из видов излучения, не вдаваясь в подробности. Некоторые радиоактивные элементы испускают альфа-лучи. Альфа-лучи на самом деле представляют собой поток ядер атомов гелия. Эффект от облучения альфа-частицами напоминает эффект ожога. Альфа-частицы обладают низкой проникающей способностью — всего несколько микрон. Таким образом, они способны поразить только кожу, а защититься от альфа-частиц можно обычной одеждой. Другие радиоактивные элементы испускают бета-лучи. Бета-лучи на самом деле представляют собой поток электронов. Такой поток может проникать на несколько сантиметров, поэтому защититься обычной одеждой от бета-лучей можно лишь частично. Однако костюм радиационной защиты, который сделан из прорезиненного и просвинцованного материала, практически полностью задерживает бета-лучи. Существуют также некоторые элементы, которые, находясь в особом состоянии, испускают гамма-лучи. Гамма-лучи действительно являются лучами, а не потоком частиц. Это электромагнитное излучение, обладающее очень высокой проникающей способностью. Оно способно пронизывать человека насквозь. От гамма-излучения не спасает даже костюм радиационной защиты. Укрыться от этого излучения можно только в бункере. И то, хотя бункер и ослабляет излучение в несколько сотен раз, полностью от него не защищает. Наконец, нейтронное излучение представляет собой поток нейтронов, который тоже обладает очень высокой проникающей способностью. Это излучение еще более опасно, поскольку поток нейтронов обладает значительно большей энергией, чем гамма-излучение, а значит, может нанести больший вред. Спастись от этого излучения можно только в бункере. Необходимо отметить, что внешнее облучение не столь опасно, как внутреннее облучение. Под внутренним облучением понимается воздействие радиации на организм изнутри. Когда радиоактивные частицы попали в организм через дыхательные пути или, например, с пищей. В этом случае уже альфа-излучение становится значительно более опасным, поскольку обладает огромной энергией по сравнению с гамма-лучами. Доза облучения может быть однократной и многократной. Доза, полученная в первые четверо суток, считается однократной. А если облучение продолжалось в течение более длительного времени, то доза считается многократной. Дело в том, что значительную часть организма человека составляет вода. Радиоактивное излучение ионизирует воду, то есть способствует появлению в ней электрически заряженных радикалов. Подробнее о радикалах вы узнаете из курса химии. Суть в том, что образовавшиеся радикалы влияют на клетки организма самым нежелательным образом. Это может вызвать различные нарушения, заболевания и даже мутацию клеток. Следует отметить, что биологическое действие радиации совершенно неощутимо человеком. Вы можете находиться в зоне с радиационным фоном в десятки раз превышающем естественной, и при этом ничего не чувствовать. Дело в том, что скрытый период действия радиации может быть достаточно продолжительным. Кроме того, полученные дозы облучения имеют свойство накапливаться в организме, из-за чего постепенно увеличивается вероятность заболевания. Также различные органы обладают различной чувствительностью к радиации. На сегодняшний день люди получают основную дозу радиации в повседневной жизни, если, конечно, речь не идет об аварии. Дело в том, что большую часть времени люди проводят в зданиях, которые построены из строительных материалов, содержащих естественные радиоактивные источники. Например, бетон или кирпич содержат в себе радон. Также радон исходит из земной коры, внося большой вклад в естественный радиационный фон. Он проникает в здания через трещины, пустоты, а также может попасть в дом с водой. В силу того, что радон в 7,5 раз тяжелее воздуха, он скапливается в подвалах. Но обнаружить его без специальных приборов довольно сложно, так как радон не имеет ни цвета, ни запаха. Таким образом, вы ежедневно получаете некоторую дозу радиации, которая постепенно накапливается в организме. Но не пугайтесь. Хоть с этим и ничего не поделаешь, все же дозы естественного облучения довольно мало. Радиоактивные излучения оказывают сильное биологическое действие на ткани живого организма, заключающиеся в ионизации атомов и молекул среды. При большой интенсивности излучения живые организмы погибают. Опасность излучения усугубляется тем, что они не вызывают никаких болевых ощущений, даже при смертельных дозах. Механизм биологического действия излучения, поражающего объекты, еще недостаточно изучен. Но ясно, что оно сводится к ионизации атомов и молекул. И это приводит к изменению их химической активности. Наиболее чувствительны к излучениям ядра клеток, особенно клеток, которые быстро делятся. Поэтому в первую очередь излучение поражает костный мозг, из-за чего нарушается процесс образования крови. Далее наступает поражение клеток пищеварительного тракта и других органов. Сильное влияние оказывает облучение на наследственность, поражая гены в хромосомах. В большинстве случаев это влияние является неблагоприятным. Облучение живых организмов может оказывать и определенную пользу. Быстро размножающиеся клетки злокачественных раковых опухолях при более чувствительны к облучению, чем нормальные. На этом основано подавление раковой опухоли гамма-лучами радиоактивных препаратов, которые для этой цели более эффективны, чем рентгеновские лучи. Доза излучения. Воздействие излучений на живые организмы характеризуется дозой излучения. Поглощенной дозой излучения называется отношение поглощенной энергии ионизирующего излучения к массе облучаемого вещества. Формула D равняется E деленное на M. В системе C поглощенную дозу излучения выражают в Греях, сокращенно ГР. 1 Грей равен поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 джоулю. 1 Грей равен 1 джоулю деленное на 1 кг. Защита организмов от излучения. При работе с любым источником радиации, радиоактивные изотопы, реакторы и другие, необходимо принимать меры по радиационной защите всех людей, могущих попасть в зону действия излучения. Самый простой метод защиты – это удаление персонала от источника излучения на достаточно большое расстояние. Даже без учета поглощения в воздухе интенсивность радиации убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. Поэтому ампулы с радиоактивными препаратами не следует брать руками. Надо пользоваться специальными щипцами с длинной ручкой. В тех случаях, когда удаление от источника излучения на достаточно большое расстояние невозможно, для защиты от излучения используют преграды из поглощающих материалов. Наиболее сложна защита от гамма-излучений и нейтронов из-за их большей проникающей способности. Лучшим поглотителем гамма-лучей является свинец. Медленные нейтроны хорошо поглощаются бором и кадмием. Быстрые нейтроны предварительно замедляются с помощью графита. После аварии на Чернобыльской АЭС Международным агентством по атомной энергии приняты рекомендации по дополнительным мерам безопасности энергетических реакторов. Установлены более строгие регламенты работ персонала АЭС. Авария на Чернобыльской АЭС показала огромную опасность радиоактивных излучений. Все люди должны иметь представление об этой опасности и мерах защиты от нее. Защита организма от излучения Проблема влияния на организм человека облучения малыми дозами особо остро встала перед специалистами после аварии на АЭС. Для ее решения требуется постоянное повсеместное обследование населения, наблюдение за состоянием здоровья участников ликвидации последствий аварии и людей, проживающих на загрязненных территориях. Ребят, давайте рассмотрим вопросы для закрепления. Эти вопросы задаются вам на дом. Что служит главной характеристикой степени опасности ионизирующих излучений? Как называется время, в течение которого реактивность радиоактивных элементов уменьшается в два раза? Что входит в состав ионизирующего излучения? Самым опасным излучением для человека является и как защититься от радиации? Домашнее задание. Параграф 44. Читать. Спасибо за внимание, ребята. Урок окончен. Субтитры создавал DimaTorzok